Определим, что такое цвет. Мы уже измерили его температуру, посчитали частоту, но к зрительным ощущениям это не близко. Цвет это качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения. То есть наше представление о цвете это ощущение от увиденного. Раз так, давайте вспоминать, как устроен глаз и что там за колбочки с палочками. Оптическая система глаза это хрусталик, выполняющий роль системы линз объектива, и радужка, выполняющая роль диафрагмы в объективе. Через нее свет попадает на сетчатку, аналогом которой в цифровой камере является матрица, хотя сетчатка, в отличие от матрицы, неоднородно имеет более сложную структуру. Сетчатка содержит рецепторы двух типов, колбочки и палочки. Они преобразуют свет в нервные импульсы, поступающие в мозг. В чем схожесть сетчатки человеческого глаза и матрицы фотокамеры? В некотором приближении мы можем утверждать, что сетчатка чувствительна к тем же основным цветам, что и матрица фотокамеры. К красному, зеленому и синему. Сетчатка в каком-то смысле оперирует и пикселями. То есть существуют точечные рецепторы, которые передают в мозг сигнал о регистрации в данном месте излучения одной из трех частот, соответствующих красному, зеленому и синему цветам. В чем заключается отличие, что сложного в структуре сетчатки? Отличий будет больше. Начнем с самих датчиков, которые воспринимают свет. Если в кремниевой матрице они все одинаковые, расположены равномерно, и только светофильтр отвечает за то, информацию о какой части спектра будет передавать каждый субпиксель, то здесь все немного сложнее. Существуют рецепторы двух типов, колбочки и палочки. И считается, что колбочки отвечают за цветное зрение, палочки за так называемое сумеречное. То есть являются основным источником зрительной информации в условиях низкой освещенности. Колбочки имеют разную спектральную чувствительность. Считается, что они разделяются на три неравные группы. Мы условно говорим, что они воспринимают красный, зеленый и синий цвета. На самом деле все немного сложнее. Поэтому их подписывают не по цветам, а по положению на спектре. Короткие, средние и длинные волны видимого спектра. Соответственно, S, M и L. Посмотрите на диаграмму чувствительности колбочек. Они имеют максимум чувствительности в трех частях спектра. Хотя реагируют и на другие частоты. В противном случае мы бы не видели излучения промежуточных частот. К этой диаграмме мы еще будем возвращаться. Ведь у вас она тоже вызывает много вопросов. Даже если не вызывает, все равно вернемся. Обратите внимание, здесь и в большинстве иллюстраций про видимый диапазон используется шкала длин волна, не частот. Роль палочек это периферийное сумеречное зрение. Здесь мы видим существенное отличие от матрицы фотокамеры. Расположение колбочек и палочек в глазу не просто неравномерно. Оно отвечает задачам, которые должно решать зрение как орган чувств. Сетчатка неоднородна по плотности расположения палочек и колбочек. И даже по расположению колбочек разной спектральной чувствительности тоже неоднородна. На рисунке вы видите сетчатку и основные ее зоны. Так называемая ямка, где концентрация колбочек максимальна. А также слепое пятно. Это место выхода зрительного нерва. И там нет чувствительных элементов. И видно, что есть довольно большая зона периферийного зрения. Слепое пятно это вообще любопытная штука. Представьте себе, что в поле вашего зрения есть довольно заметная слепая область. Даже две, по одной в каждом глазу. Мы живем с этим и если специально об этом не сказать, даже не догадываемся о такой особенности глаз. Это слепое пятно легко увидеть. На экране вы видите крестик слева и нолик справа. Закройте левый глаз и посмотрите на крестик. Плавно меняйте расстояние до экрана. В какой-то момент нолик, который вы будете продолжать видеть периферийным зрением, исчезнет. Аналогично можно провести опыт с левым глазом. Только теперь смотрите на нолик, а исчезать будет крестик. Продолжение следует...